Всем привет! У нас сегодня утро. Смотрите, какое снежное, красивое. Я уже оделась по деловому, еду на работу. У меня сегодня день покупок. Таких не грандиозных, но задачка такая, знаете, со звездочкой. Нужно найти мне трусики для Владислава. Ну да, казалось бы, скажете, почему? Что там сложного? Это очень непростая задача сегодня, потому что Владюнька у нас дома, у него есть уже определенные привычки и предпочтения. И когда находится Владя дома, он носит трусики определенной формы, размера и фирмы. И другие трусы отказываются носить. Я, в принципе, могла бы приучить его дома одевать любые трусы. Здесь у меня есть выбор. Или просто же потратить время на приучение. Это может занять там от одного дня до недели. То есть здесь непредсказуемо. А может быть, может быть, если сегодня не найду в общем такие трусы, как мне нужно, тогда я буду покупать, ну, куплю любые и буду приучать. Но если попробую найти вот эти, тогда будет все окей. Писать Владимка научился давно уже. И наша Юлечка еще. Юля, ты если смотришь, безумно тебе благодарна за это. Всегда буду, всегда буду помнить. Привет тебе. Научила Юлечка 50, это еще года два, наверное, или три даже уже самостоятельно это делает. А вот какать Владик пока не научился самостоятельно, да, и пока этот навык у нас еще мы еще им не владели. Ну, не мы, опять мы. Все время это, кстати, грубая ошибка. Себя с ребенком все время не разделять. Мы, мы, мы. Ну, это тема отдельного видео. То есть Владик. Владик пока этого не умеет делать самостоятельно, и поэтому трусики у нас зачастую... Подгузники я, Владика, уже давно не одеваю. Наверное, с двух лет. Потому что если подгузники не снять, то вообще и писать ребенок не научится и какать в том числе. Вот. И так как мы не используем подгузники, естественно, все вот эти вещи, они попадают в трусики. И трусики, как бы при любой хозяйственности, и как бы ты их не стирал, как бы ты их. Они все равно приходят со временем в некудрости, нам приходится их часто менять. А часто менять одежду для Владика это просто катастрофа. Поэтому мне надо вот заменить те трусы на такие же. Владюся, просыпайся, будем собираться. Ах, зимняя сказка. Елочку, конечно, нашу. Гляньте, под тяжестью снега ветки-то опустились как. Владюня, пойдем. Шапку. Ты чтобы не видеть, да, вот это вот все, что происходит. Давай подтянем шапку. Папа любит сделать такой кантик, а я люблю вот так делать прямо. Пошли. Как гаврошечка. Красиво. Если мама сделала, значит красиво. Это просто не обсуждается. Диктатура. Матриархам. Все, пошла, весь торговый центр. Нет ничего здесь того, чего мне нужно. Причем вообще не люблю этот торговый центр. Какие-то здесь, знаете, вот вроде бы в помещение новое перешли, а форма, не форма, а вообще стратегия продаж осталась рыночная. Куда не зайдут все такие недовольные, не могут не дать четкую информацию. Не улыбаются. Ну вот эти, знаете, еще бабки с рынка такие. Как будто я пришла к нему. Какой-то, о такой личной просьбе просто, ну, на то, что им вообще не нужно ничего продавать. В общем, мне это все жутко бесит. Ну да, почти. Покажи. Хэппи бой. Вот такие мне трусы нужны. Ну вот. Ты хочешь мне сказать, да, что я сейчас вот реально туплю, приперлась вот сюда, попортила нервы с этими бабками, да? А можно было заказать? Ну мы аналоговые люди, мы динозавры. Мы из прошлой, мы не понимаем, что можно в интернете что-то делать. Нет, не мы, а я. Ты же всегда мне говорила. Хорошо. Спасибо, что ты меня поддерживаешь, ну давай правду. Ладно, ладно. О боже, ну закажи сразу мне 20 штук. Хорошо, сейчас подзаряжу и закажу. Кофеек, да, Рома, пьешь? Приехали на стадион, у нас здесь есть в городе. Вот Роман пошел узнать, там, по идее, должен быть каток и хочет на каток. Я коньки, вообще для меня, коньки, ролики, это вообще всегда было страшно. А после того, как была у меня травма ноги, так у меня сейчас вообще такой страх. У меня ноги сразу так раз, деревенеют, не могу и шага сделать. А Роман любит, любит поэтому. А сейчас вообще, когда жизнь немножечко поменялась, хочется всяких активностей. Вот, так что он, что мне сгодцов. Сегодня этот день дурной. Ну как дурной день? День не бывает дурной, это я как-то сегодня дурная. Какая-то растерянная. Не пойму состояние. Такое ощущение, что я какая-то разобранная прямо на реке на кусочки. Поехали, в одно место, там ничего, в другое, там ничего. Катаемся целый день бездумно, вообще. Ну, в смысле, я не думаю, а Рома меня воспитывает. Никакого толку из этого не получается. Фууууууууу. У вас двое такие дикоды? В кучу не можешь собраться, я не помню, чем это связано. С моей сегодня самоорганизацией нет никакой самоорганизации. Еще как ты у Максима терпишь, я бы себя с нее убила бы просто. Не знаю. Нормально еще держишься? Я не держусь, я нормально. Так, Сегорочка, ты хороший, смотри, какой ты хороший. Крик не хочешь на меня для приличия? Эх, твою мать. Мать, не трогай. Ладно, ладно, смотри. Мать, это святое. Слушайте, ну сегодня какой-то не день, а просто вот не мой день. Ничего не получается. Ну не то, что прям ничего, но все. Только что начала жарить блины в ладюнке. Купили сковородку. Помните, я, кстати, вам показывала эту сковородку. Я так радовалась. Она начала все у меня пригорать. Блины реально испортились. Я вам сейчас покажу. Ну, в общем, наверное, не видно. Ну, вот на ней остаются какие-то следы. В общем, сковородка... Я даже не поленилась и достала вам специально из мусорника, чтобы вы посмотрели на вот эту фирму и никогда не покупали блинную сковородку вот этой вот фирмы. Смотрите, видите? Не знаю, сейчас это поочищаю. В общем, жарила я вот это количество, когда обычно жарю там за минут 20-полчаса. Вот, Лентин, это всегда это выбросить по-любому. Такое нельзя ребенку давать. В общем, не знаю. Мне после каждого блина приходилось ее, в общем, мыть, перебывать, очищать. Короче, по итогу, что получилось? Я проездил целый день, поехали за трусами, в итоге заказали их в интернете. Ну, как Рома заказал. Сейчас сковородка понажая, наптиховалась, началась все бесить мне. Дым по всему дому, вытяжки даже не помогали. В итоге я говорю, Ром, сделай что-то, купи сковородку той фирмы, которая мне нравится. Ее не было в эпицентре, была большая только, а блинных не было. И в итоге он сейчас заказал Бергов сковородку, блинную, но только опять в интернете. Теперь только мы еще за доставку заплатим. И это стоило там около 300 гривен, да, стоит около 600 гривен, плюс доставка еще. Ну, вот, собственно говоря, жадный платит дважды. Я просто никак не могу пристроиться, знаете, вот это вот, покупки в интернете. Я все равно, там, одежду себе я не могу заказывать. Вот еще как-то вот. Не могу прыгнуть в эту систему. Мне хочется все равно пойти, пощупать, посмотреть. Все, чтобы вот, причем желательно так, пришел, купил и ушел. Вот, ну вот, жизнь мне подсказывает, что Лена, пора переходить-то уже на жизнь в современном мире и по его условиям. Короче говоря, сегодня я получила много уроков, сделала выводы. Иду дальше. Все, пишите мне комментарии. Бывают ли у вас критические дни, которые не связаны с ПМС, а просто вот такие вот непонятные почему и с чем это связано. Может быть, для того, чтобы нам какие-то уроки, да, преподнести. Не знаю, наверное, для этого буду прощаться, жду вашу обратную связь, жду ваши комментарии. Хорошие, плохие, критичные, не очень. Всего-всего хорошего. Люблю, целую, обнимаю. Как всегда, ваша Елена Абаева. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok